Планируя отдых на выходных или собираясь в короткое путешествие, мы думаем о том, куда можно поехать, чтобы и отдохнуть, и заодно познакомиться с новыми интересными местами. Сразу скажу, что речь идет о внутреннем туризме, ведь не только за 3-2 земель есть объекты, притягивающие к себе внимание. Очень много неизведанных мест можно найти буквально в нескольких сотнях километров от дома. Традиционно в поле зрения потенциальных туристов попадают исторические места, природные памятники, отдых на воде, в горах и так далее. Однако в последнее время становится популярным индустриальный или, как его еще называют, промышленный туризм. В качестве живого примера такой экскурсионной программы я покажу хорошо известный не только в Украине, но и за ее пределами город Кривой Рог. В первую очередь его считают самым длинным городом в Европе – 126 километров. По другой информации, эта цифра несколько преувеличена. Тем не менее, Кривой Рог остается особенным городом, поскольку включает в свой состав территории разных населенных пунктов и, в общем, насчитывает более 600 тысяч жителей. Здесь даже нет традиционного для всех городов центра. Каждый район имеет свою центральную площадь, свой центральный парк и так далее. Но, тем не менее, исторический квартал Кривого Рога все-таки есть. Он находится в районе улицы Почтовой. Сюда любят приходить горожане в свободное время, чтобы прогуляться возле фонтана, встретиться с друзьями и просто отдохнуть. Но сначала я расскажу, как доехать до Кривого Рога по железной дороге. Моя поездка началась в Киеве. Это был поезд номер 76. Его маршрут проходит через узловые станции Мироновка-Шевченко-Знаменка-Користовка. В составе 18 вагонов, из них 8 купейных, 9 плацкартных и 1 вагон СВ. Я покажу вам два купейных вагона, причем они разные. Первый обычный Аминдорф, соответствующий компоновкой. Традиционные шторки на окнах, розетки в коридоре. В вагоне был кондиционер, но он не работал, поэтому температуру сбивали по старинке открытым окном. Удивил туалет. На унитазе было деревянное сидение, такая же крышка. Я уже давно такого не видел. Санузел, естественно, обычный, со сливом отходов на улицу, поэтому на каждой станции он закрывался. Следующий купейный вагон, который мне попался для обзора, несколько отличается от первого. По всей видимости, он после капитального ремонта. Светильники возле полок находятся со стороны дверей, а внизу размещается панель с выключателями света и кнопкой вызова проводника. Розетки были только в коридоре две штуки и возле тамбура. Вагон оказался без кондиционера, поэтому для вентиляции открывались окна. Уже на территории Кривого Рога у поезда есть две остановки. Одна из них на станции Раковатая. Она находится совершенно в другом густонаселенном районе города и там выходит очень много пассажиров. Теперь буду переходить непосредственно к теме сюжета и напомню, что впереди вас ожидает один из вариантов программы для желающих увидеть промышленных гигантов Кривого Рога. Первый объект, на который мы сейчас отправимся, называется «Карьер Южного ГОКа». Узнать в теории, как работает этот объект, можно в музее. Здесь разместилась интерактивная экспозиция, показывающая этапы добычи железной руды. Взрывные работы, отгрузка сырья, транспортировка, оборудование, техника – все это представлено в макетах. А увидеть процессы, происходящие на карьере, можно своими глазами, побывав на смотровой площадке. Железнорудный карьер южного горно-обогатительного комбината, один из самых больших в мире. Его длина составляет свыше 3 километров, ширина 2,5 километра, а глубина достигает 400 метров. Здесь используются знаменитые крупнотоннажные машины Белазы. Сверху они выглядят как игрушечные, но на самом деле их размеры настолько внушительные, что человек на фоне этого самосвала выглядит как муравей. На карьере также используется рельсовый транспорт. Железнодорожные пути прокладываются по выступам вместе с контактной сетью. Таким образом транспортируется железнорудный концентрат к месту его переработки. Следующее место, куда отправилась наша группа – это коксохимический завод. Всех, кто приходит сюда на экскурсию, обязательно инструктируют по мерам безопасности и одевают спецодежду. На этом предприятии мы познакомились с одним из этапов производства кокса. Несколько грузовых вагонов, похожих на думкары, вывозят из коксовой батареи уже готовый кокс, температура которого составляет более 1000 градусов. Затем его отправляют в тушильную башню и заливают водой. Огромные клубы пара поднимаются на территории завода, создавая завораживающую картину. После того, как кокс затушили водой, его сгружают для дальнейшей транспортировки и сортировки по фракциям, то есть отбирают по размеру и складируют по вагонам для дальнейшей доставки в цеха по производству металла. Кроме карьеров, в Крым-Руге есть еще шахты. Одна из них – шахта Родина. Она считается одной из первых по запасам товарной руды и высокому процентному содержанию железа. Залежи руды обнаружены на глубине более 3 километров. А в саму шахту туристов пускают очень редко из-за необходимости специальной подготовки, а вот на каптер шахты можно подняться и посмотреть со 100 метров высоты на город. Это техническое сооружение применяется для размещения подъемной установки. Наверху находятся огромные двигатели, которые работают на подъем и спуск клетей. Глядя на эти очень высокие сооружения, можно сказать, что в Крым-Руге есть свои небоскребы. Это были промышленные объекты города, но если вы окажетесь в Крым-Руге, можно включить в свою экскурсию знакомство с метротраммом. Это линия скоростного трамвая, которую построили по типу метрополитена с заложением 4 подземных станций и 7 наземных. Длина обособленных путей с ограждением составляет 16 километров. Проехав полностью по всей линии, можно обозреть разные районы города и побывать на северной окраине. Панорама на промышленный район Крым-Руга открывается с моста, когда трамвай проезжает через второй пруд в сторону станции Кольцевая. Кривой-Руг еще известен самыми большими цветочными часами в мире. Их диаметр составляет 22 метра. Часы размещаются на проспекте Металлургов в парке Героев. В завершении еще напомню о железнодорожном сообщении Кривого-Рога с другими городами. В расписании есть такие поезда, как Николаев, Ивано-Франковск, Константиновка, Одесса, Запорожье-Львов, Запорожье-Киев, Херсон-Киев, Херсон-Харьков. Кроме этого, Кривой-Рог связан прямыми поездами с Бердянском, Одессой и Геническом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин